Что происходит в Украине и в мире, самое важное на этот момент. Они сторонники режима Путина. Более того, они не сторонники Российской Федерации, именно как империи. То есть, если посмотреть одно из интервью с их лидером или командиром, я сейчас точно не вспомню, там озвучено, что ему важно, чтобы русские жили в своем государстве. То есть, будь это русское национальное государство или русская республика, в границах, пускай даже Московии или европейской части России. Но, если там будут русские жить в достатке, то для него не проблема. Это такое явление не новое. Во всех войнах всегда были те, кто не согласны с режимом врага. То есть, известно, что, например, в антигитлеровской коалиции были немцы, немцы-антифашисты, которые сражались в французских частях, где-нибудь в подразделениях, в партизанские движения уходили и так далее. Которые были и немцы, и патриоты Германии, но они были абсолютно не согласны с политикой Третьего Рейха. И в других тоже конфликтах, войнах мы такое наблюдаем, видим. Поэтому это явление не новое. Я не отрицаю варианта, что в будущем будет больше таких событий на территории России. Но в конечном итоге, как, кстати, заявляли в ГУР, вчера было заявление официальное, это дело России. Что происходит там в России? Кто там воюет? Одни русские с другими, русский добровольческий корпус против российской армии, официально ВСРФ и так далее. Российская империя или Русское национальное государство. Это их дела, их заботы, их проблемы. Здесь можно такую вещь добавить. Такие операции, всевозможные операции, они часто многоуровневые бывают. Вы можете знать, что враг, например, готовит серию провокаций и действует на упреждение. Более того, нужно понимать, что война, боевые действия, они не происходят линейно. То есть вот у вас бодаются два отряда, два подразделения, две спецгруппы, две агентуры и так далее. То есть это всегда очень многоуровневые, многослойные. Но если это грамотно делается, конечно, можно бодаться лоб в лоб. Это просто кровавое месиво, бессмысленное. Но если вы действуете хитро, компетентно, если вы действуете через сложные структуры, то тогда это тоже называется многоуровневые операции. Вы знаете, что враг будет проводить операцию, проводите контроперацию свою. Вы знаете, что враг будет делать под ложным флагом провокации. И вы делаете какую-нибудь операцию, которая происходит по вашей инициативе. Тогда врагу нужно реагировать. Представьте себе, что у вас группа ФСБ, у нее уже есть планы для, опять как сказали, мальчики в трусиках поубивать, и девочек потом. Потом у них методички не успели сверить. И там непонятно. Десятилетние превращаются в одиннадцатилетних, мальчики в девочек и так далее. И вот вы знаете, что этот отряд готовится, и вы делаете свою операцию. И тогда этому отряду нужно реагировать ФСБ, потому что он уже не может выполнить свою операцию. Это как пример. Я не говорю, что именно так было, но это просто пример, как такое может быть. Более того, я вам скажу, по-настоящему сложные, серьезные спецоперации происходят так, что частые агентуры вообще не знают, что они выполняют операцию и это агентура. То есть военнослужащие выполняют какие-то задания. Возможно, просто по охранению. Не понимая, что они являются частью архитектуры спецопераций. Гражданские предоставляют свой транспорт, предоставляют свои какие-нибудь те или иные средства, думая, что они просто помогают друзьям, не понимая, что они обслуживают спецоперации. Это высший пилотаж спецопераций, подразделений. К чему это я рассказываю? К тому, что никогда не нужно смотреть на эти вещи линейно. На эти вещи нужно смотреть всегда в глубину. То есть за каждым слоем есть еще слой, еще слой, еще слой. Что вообще происходит? В гостях у нас сегодня командир русского добровольческого корпуса White Rex. Будем считать это позывной. Правильно? Ну что, тогда мы будем обсуждать, естественно, прошедшие события. Вот буквально несколько дней назад. Пара дней практически связанные с вот этим сам рейдом. Мы хотели бы для начала, поскольку ты уже кое-где выступал и рассказывал, ты нам сам расскажи в связи с чем, почему и что можно сказать, вообще как это все произошло. И мы тогда дальше уже пойдем. Ну, понятно, я, само собой, не могу совсем уж сильно уходить в детали. Все-таки это идет война, это военная операция, поэтому слишком сильно я не расскажу. Суть в том, что идея была очевидна. Да, это эффект пропагандистский. Я все-таки не оставляю надежду и чаянией достучаться до граждан Российской Федерации, напомнить им все-таки о правах, свободах, чести, достоинствах, напомнить их о их собственной смелости, например, на нашем примере. Я не думаю, что люди, которые 20 лет терпят бедственное положение страны, оно продолжает ухудшаться, хотят дальше жить такой же жизнью. По крайней мере, я хочу так думать. И, конечно, всегда проще начать действовать, когда можно на кого-то опираться. Моя задача была показать, что войска, бойцы русского двороческого корпуса рядом. Мы хотим поддержать тех, кто готов действовать. Мы показываем на своем примере, что мы сами готовы действовать. Поэтому понятно, что наша задача была пропагандистский рейд. Да, мы, естественно, были, безусловно, готовы к каким-то боестолкновениям. Вот у ребят там и тяжелое было вооружение с собой. То есть в этом плане все как раз логично. По схеме мероприятия мы зашли, скажем так, в небольшую группу. Просто в этом регионе есть, скажем так, наши проверенные уже соратники, которые там работают. В определенной точке мы с ними объединились. И дальше пошли уже в два направления. В Сушан и в Любичан. И там уже понятно. Нам нужна была привязка к каким-то административным зданиям. Поэтому видео на фоне Почты России. И видео на фоне здания кирпичного акушерско-фельдшерского пункта. Чтобы была привязка. Чтобы нам потом не рассказывали, что мы все это снимаем на киностудии Довженко. Или где-нибудь там в окрестностях Киева. Люди не случайные, не с улицы появившиеся, с открытыми лицами. Мне тут странно, когда говорят, что это вот какие-то постановочные. А эти кто люди? Вы же их идентифицируете. Русский двороводческий корпус взялся не вчера. Он не был там создан наспех на коленке. Наш телеграм-канал, по сути дела, наш ежедневник, наш дневник. Там есть все. Фотографии, видео, отчеты с тренировок, отчеты с боевых. Раненые ребята. Не знаю, вплоть до видео с похорон наших соратников, которые уже на этой войне, к сожалению, погибли. Ну, то есть, однозначно взялись не из ниоткуда. И с начала этого военного конфликта взяли в руки оружие. Просто там с 24 февраля 2022 мы еще, естественно, русским двороводческим корпусом не являлись. Все это исключительно было в моей голове. И реализовать это получилось более-менее в конце августа, когда появился, скажем так, бренд. То есть, люди уже были, появился бренд. Мы создали канал, выбрали символ. И уже, скажем так, воевали как добровольцы. Как, собственно, наш статус и сейчас таким является. Поэтому история про то, что мы там взялись из ниоткуда, она, я думаю, таким образом отпадает. Тут сомневающиеся все, еще раз говорю, могут зайти в наш канал. Те, кто были с открытыми лицами в рамках этой задачи, они свои лица открыли еще летом, не скрываясь. Ну, со мной уже давно и так все понятно. Да, поэтому этот аргумент бьется очень легко. Просто до вчерашнего дня, позавчерашнего дня никому не было интересно, чем занимается русский добровольческий корпус и что это вообще за формирование. А теперь все, конечно, ринулись на наш канал, стали проверять, выискивать какие-то эпизоды биографии тех, кто лица свои открыл. Ну да, эффект достигнут, эффект достигнут. Безусловно, ну он не то, что достигнут, понимаешь, мы рассчитывали на медийную волну, а получилось, я не знаю, там, цунами, ядерный взрыв, там, не знаю, нейтронная бомба. Эту задачу мы выполнили явно на, не знаю, 200 миллионов процентов. Но они взбрендили совсем, нет? Підпишитесь на канал и не пропускайте новые видео, пишите комментарии и делитесь с друзьями. Мы также будем вдячны за поддержку нашей работы на Патреон або других удобных платформах. Реквизиты в описании к видео. Реквизиты в описании к видео.